Слёт пчёл или не знаю как это объяснить на пасеке. Значит по пасеке непонятно откуда передвигается рой. Слабенький, где-то видимо слёт. Что это такое? У нас сегодня середина сентября. Если видно на камеру. Вот такое вот слабенькое что-то вроде роя. Такое редко увидишь, не знаю куда он идёт и откуда он выходит. Сейчас попробуем снять. Я иногда такое встречал. Бывает где-то бьют слабенькую семью. Или ещё какие-то проблемы. И выходит матка и вместе с ней выходит остаток пчелы. Я надеюсь на камеру видно. Значит вот он встал перед пасекой. Этот ройок. Это не облёт. Непонятно откуда он вышел. Он вроде бы как и не наш. Но пытается он сесть возле наших ульев. Вот если видно объёмно. Я надеюсь будет видно. Это не облёт. Нигде на ульях пчёлы не облётываются. Данная пчела блуждает. И пытается где-то привиться. Вот смотрите какая масса. Ну небольшая масса в принципе как для роя. Я думаю такое блуждание осенью оно ещё раз повторюсь характеризуется тем, что где-то били слабенькую семейку. Вышла матка и вместе с ней вышла пчела. Когда-то я такое встречал. Вот если видно он по центру сгущается этот рой. Сейчас посмотрим куда он пойдёт, если нам повезёт. Но пока что стоит на месте. Непонятно откуда и куда и что это. Приходит потихонечку пчела. Очень плавно, медленно. Нахожусь в самом его эпицентре. Значит вроде бы как он решил прививаться. Повторюсь, это средина сентября месяца. Это аномально. Вот как я вижу он начинает садиться. Если слышно огул, да. Вот садится раёк. Он уже пошёл прививаться. Не знаю, что творится в природе. Сентябрь месяц это ненормально. Значит сторож сегодня говорил, что видел подобное явление. Мы ему не поверили. Но как видите, это оказалось правдой. И вот уже идёт прививка. То есть видимо матка села. И он начал прививаться. Не знаю, труханём его. Посмотрим. Поймём, что это такое. Посмотрим на матку. Наш, не наш. У нас вроде бы с уликов ничего не выходило. Вот как садится слабенький сентябрьский раёк. Не знаю, в чём причина. Но больше всего, что уверен, что это была слабенькая семья, которую убили. И она просто... Ну а вот в подтверждение своих слов я и нашёл семейку. Я знаю, это была очень слабенькая семейка. Они просели, износились. Вот там старая матка. Значит, если видно, прощёлкали. Не закрыли крышку до конца. Пошёл на под. Значит, в подтверждение своих слов сейчас покажу. Если литок для начинающих у вас вот такой вот, видите, тёмный. Вон пчела лежит. То есть, в эту семейку произошёл напад. Значит, здесь был бакфас. Видимо, та семейка, которая появилась. Роил кто-то, он рыженький. Его разбили. Это вот, что касается слётов пчёл. Что рассказывают там, что непорядок, что-то происходит. Вот вам семья просела, семья слабая, мёд есть. Произошёл напад. Вот, как видите, идёт напад. Прилетает серая пчела, другая. И потихонечку выбирают. Может быть, уже не первые сутки. Причина тому, не дозакрыли крышку. Вот показываю сверху. И вышел маленький раёк. То есть, семья уничтожена. Вот такой вот финал. То есть, закрывайте элитки, чтобы был выход на одну-две пчёлки. Закрывайте внимательно крышки. Потому что будет такое, как у нас с этим райком. Сейчас аккуратненько попытаюсь показать. Значит, уверен. Вот, что тут происходит. Типичный напад. Видите, пчела массово вылетает. Это была просевшая слабенькая семья. Практически смертник. Вот, как видно, на дне валяется крошка. Чужая пчела зашла, выбирает активно мёд. Вот вам причина слётов. Не надо там рассказывать ничего. Характерное, типичное. Вот я сейчас ударю, пчела взлетит. Вот, это значит, это воровка. Видите, массово взлетает пчела. И чужая налазит на рамки. Сейчас, ради интереса, попробую одну сдвинуть. Да, ну здесь и так всё понятно. Вот, если видно сверху, рамки полностью выбраны. То есть, данную семью разбили. Остаток пчелы с маткой слетел. И появился маленький раёк. Вот такой вот результат. Вот вам все слёты. Раи, которые к вам будут прилетать, такие маленькие. Не советую их собирать, подсаживать. Значит, они имеют какие-то проблемы. Если эта семья так просела, значит, что-то в ней было не так. Возможно, была сильно заклещена. Если видите, на дне совершенно немного погибших пчёл. Сейчас глянем перед летком. Перед летком вроде бы и бойни сильно не было. Просто пошёл на под. Забыли закрыть крышку. И данную семейку разбили. Значит, в данном случае, что посоветую делать. Заберите рамки. Уберите их там. Не важно, дальнейшая судьба лучше перетопить. Оставьте улей. Пчела полазит в этот улей, успокоится. И на этом всё закончится. Если оставить так дальше, могут пойти дальше по следующим семьям. Значит, как я и сказал, такую семейку просто берёте и вытрушиваете. Сейчас дадут. Вытрушиваете все рамки. Вот и вот. Разбили рамки абсолютно сухие. И убираете их в сторону, куда-нибудь на склад. Вот, Серый, сними эту рамку. Видно, что она разворованная. Видите, всё сушили, выбрали. Вот отсюда у нас и слетел блуждающий поздний краёк. Серый. Вытрушиваете и оставляете улей пустым. Рамки с данного места убираете. И на этом всё. Пчела немножечко поблукает. Почувствую, что здесь ничего нету. И уйдёт. То есть начинающие не путайте с облётом. Это никакой не облёт. Я уже показал, когда снимал сам литки тёмные. То есть если рядом с семьей у неё светлый, там вымазанный литок, это значит, что забирают мёд, воск, вытягивают всё, что только можно. Всё. И рамки забираете на склад, чтобы пчела не налетала. Вот он привился, этот раёк. Значит, как видите, пчелы незначительно. Рамочка, может быть, и того меньше. Значит, секрет. Поздних раёв открыт. Ничего здесь такого нету. Обычная штатная ситуация. Разбили семью, остаток с маткой слетел. Слабая семейка, не оставляйте слабые семьи.